Добрый день, милые дамы и уважаемые господа! С вами Светлана Амельян, автор проекта «Изба вязальная», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. В этом видео я хочу рассказать вам о том, что закончился третий летний марафон, на котором мы также вязали оригинальную дизайнерскую вещь. И в этом случае это необычная панамочка, которую мы назвали «Пень береза». Изначально наши участники получили вот такой эскиз. Соответственно, глядя на него, можно было понять, что это действительно какой-то пень березовый, какая-то панама. Но уроки, которые мы посылали участникам, должны были привести их к вязанию вот такой панам. Ну и, конечно же, все это мы делали медленно-постепенно. И, как обычно, задание начиналось с того, что мы представили нашего спонсора, из пряжи которого мы вязали это изделие. Это был предельничный комбинат в лице своего магазина, который находится в Петербурге. Магазин «Невская рукодельник». Это те цвета, которые мы использовали в вязании нашей панамки. И приз победителю – это сертификат на 1000 рублей, который предоставляет магазин «Невская рукодельник». Ну и дальше было первое задание, которое заключалось в том, что нужно было связать поля у панамки. И вот это, вы видите, отчеты участников по первому заданию. Второе задание – это нужно было связать уже тулью. И в ее вязании мы использовали необычные приемы, чтобы создать вот эту рябь по краям, которые будут имитировать у нас пятнышки на березе. Но также необычным было и вязание донышка, потому что мы хотели, чтобы донышко было плоское, и в то же время, чтобы оно сидело на голове ровно, без складочек, без всего. Мы применили здесь очень простые приемы, незатратные, доступные для вязания даже новички. И, как видите, все наши участники, те наши участницы справились с этим заданием замечательно. Конечно, на каждом этапе у нас происходил отсев участников, которые не выполняли по каким-то причинам эти задания. Но в итоге, на четвертом уроке, мы уже получили воплощение от наших участников. Первый прислала Анна Алифер, а дальше отчеты уже посыпались один за одним. Мне очень нравится, что не было вот прямо один в один повторений панамки. Каждый придумывал что-то свое, использовали свои цвета, свои какие-то дизайны. И шапочки получились невероятно красивыми, необычными. И дальше у нас уже происходило голосование по итогам марафона необычного. И расширили свой кругозор, и стали меньше бояться вязальной машины. Самое приятное, конечно, то, что на эти панамки уже стоит очередь из желающих. И доходило до смешного, что хотели вязать кому-то, но увидев готовый результат, уже не могли оторваться и оставляли эту панамку себе. Ну и последний этап, это было задание, в котором нужно было уже представить свою панамку обществу. И так, чтобы общество выбрало среди 11 участников, чтобы проголосовали за вашу панамку. Потому что на самом деле, как вы видите, панамки получились очень красивыми. Кто-то красил ярко, кто-то попроще. Вязались из совершенно разных ниток, разные цвета. Но нужно понимать, что когда мы выходим на рынок, на котором существуют опытные вязальщицы, то задача стоит не в том, чтобы сделать лучше их, а в том, чтобы правильно представить свое изделие. Именно в этом и заключалось пятое последнее задание. Рассказать о своей панамке и попросить зрителей проголосовать конкретно за ваше изделие. И по итогам вот этого сложного задания победила панамка Екатерина Малайна. Екатерина совсем недавно приобрела вязальную машинку. Но тем не менее, несмотря на все трудности, которые были для новичка, она дошла до финала, она связала и прислала отчет по всем правилам. И она смогла рассказать о своей панамке так, что получила 19 голосов, 54 лайка и 45 комментариев. Итого 118 знаков внимания. Поэтому, когда вы думаете, что вы еще не готовы вязать на заказ и рассказывать о себе, то приходите к нам в наши марафоны, и мы вместе с вами будем этот миф искоренять из вашего сознания. Потому что вязать на машинке на самом деле не так сложно. Гораздо сложнее перебороть в себе этот страх, рассказать людям о том, что вы делаете. Поэтому мы поздравляем Екатерину и приглашаем вас на наши следующие марафоны, которые уже не за горами. И следующий марафон у нас – марафон пламя, который стартует 2-го апреля. С вами была Светлана Амельяна, соавтор проекта «Извовязание», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля.